Четвертый год подряд в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии в республике проходит акция «Бессмертный полк». В эти минуты такие же шествия наряду со столицей проходят еще в шести городах Абхазии. Школьники, студенты, ветераны, родные и близкие погибших торжественным маршем несут портреты своих героев, тех, кто ценой своей жизни подарил нам эту победу. Открывают шествия по традиции волонтеры с траурным венком, флагами и большим плакатом с фотографиями жертв Владской трагедии. Впереди несут портреты выдающих людей Владислава Григорьевича Арцемба и Сергея Васильевича Багапши. За ними идут четыре генерала. Я держу муж Нехварцке. Он является выдающимся героем Абхазии. Ветеран, кавалер ордена Леона, начальник медицинской службы Эмма Инапшева пришла с портретом однополчанки Эммы Чагава, которая погибла при исполнении после войны. В ее руках могли быть портреты и других боевых подруг. Беллы Киуд, Мрамза Джакония, Нанули Багателия. Все они служили в одной группе и не дожили до 26-й годовщины победы. Это портрет моей подружки, которая со мной в группе воевала, Чагава Эмма. Она погибла после войны, получила травмы. Она похоронка в село Кутол Ачимчирского района. Я Эмма Инапшева, а от Гуровна я с ней в одной группе воевала с командиром Гиви Камуго Чагарба был. Мадина Чагава, журналист информагентства Обсны Пресс, каждый год участвует в шествии бессмертного полка с портретом папы. Сегодня я несу портрет своего отца. Каждый год, с первого года проведения этой акции, я участвую в ней. Мой отец любил 30 сентября. Каждый раз он ходил на парады, на возложения. Это для него был самый главный праздник. Я хочу, чтобы он всегда был в ряду, в строю со своими друзьями, как он их называл, братьями. Он воевал в тамышской группе «Гатран». Всю войну прошел. И вот уже после войны, в 2015 году, его жизнь трагически оборвалась. Ученики столичных школ несут фотографии своих старших. Чаще всего это отцы, дяди или дедушки. Девятиклассник из четвертой школы Азамат Свишба пришел с портретом прадеда. Это мой прадедушка Закан Лакарба. Он прошел Великую Отечественную войну в 1941-1945 годах. Участвовал в нашей войне в 1992-1993 годах. Награжден посмертно за Героя Абхазии. Имеет многие медали за войну. Моего дядю зовут Валерий Делба. Он воевал в обстоятельствах Гумистинского моста и там же погиб. От площади у Абхазского драмтеатра по набережной Махаджиров и до Парка Славы молчаливым шествием прошли герои Отечественной войны народа Абхазии по освобожденной ими столице. Этот мой брат, это племянник. Они отец с сыном воевали. Этот погиб в январское наступление, а этот Амиран погиб в Цугуровке, в июле погиб. У него две девочки остались, а у него он несемейный был. Вот Дима Кутарба, наш брат, во время войны погиб. Ему было 16 лет. Первые два месяца его не стало. И второй портрет, это наш дядя Трапшауль. Во время бомбардировки Нового Афона в дом попал снаряд, где они вот как раз и находились. Трагически погибла и наша бабушка тоже вместе с дядей. Я считаю, что пока мы их помним, они будут живы. Всего в столичном шествии приняли участие более полутора тысяч человек. Все это жители Сухумского и Гульрибского районов. Остальные города проводят акции на местах. Из года в год организаторами бессмертного полка выступают компания «Амобайл» и ассоциация женщин-инвалидов, участниц Отечественной войны народа Абхазии. В юбилейные годы мы будем проводить общие, у нас будет объединение, шествия. То есть все погибшие будут проходить, портреты погибших будут проходить в городе Сухум. А в другие года, не юбилейные, 26-летие, 27-и и так далее, будет проходить по городам. В этом году у нас проходит бессмертный полк в городах Ткварчал, Ачимчира, Афон, Гагра, Гудаута и Пицунда. Вот уже четвертый год, наша миссия в этот день – это организация бессмертного полка. Бессмертный полк для нас не просто патриотическая акция. Это символ непобедимости человеческого духа, мужества, отваги, символ великой любви к родине и к своему народу. От лица компании «Амубайл» хочу поздравить весь народ нашей республики, пожелать им здоровья, мира, благополучия. С днем победы! В парке славы участники акции возложили венки и цветы к мемориалу погибшим. Президент Рауль Хаджимба и премьер-министр Валерий Бганба присоединились к шествию и в составе бессмертного полка дошли до площади свободы. Надежда Баравикова с Ракуа Гуха, Абаза ТВ